Приветствую всех зрителей канала Техноарена! В этом видео я расскажу про 7 лучших смартфонов Realme этого года. Я расскажу про технические характеристики каждой модели, отмечу ключевые особенности, а также оставлю в описании ссылки, перейдя по которым вы сможете узнать стоимость этих смартфонов. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, если не сделали этого раньше, ведь в скором времени будет много интересных топов. Также буду признателен вам за лайки и комментарии, которые помогают оценить проделанную мной работу. Ну а я тем временем расскажу про лучшие смартфоны Realme этого года. Открывает наш топ Realme XT. Этот красивый по своему дизайну смартфон в стеклянном корпусе имеет супер амулет экран диагональю 6,4 дюйма, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5. У него 16-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX471, которая имеет режим AI-бьютификации для создания неповторимых селфи-снимков. Основная камера смартфона на 64 мегапикселя, что позволяет делать снимки в сверхвысоком разрешении. Ее дополняют 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, датчик глубины на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный макрообъектив, позволяющий снимать с близкого расстояния. Главными особенностями основной камеры Realme XT стали встроенные технологии Tetra Cell и 3D HDR, позволяющие делать качественные снимки при любых условиях. Поддерживается запись видео в 4К разрешении и замедленная съемка. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 712. В тесте Antutu Benchmark смартфон набирает 228 тысяч очков. Есть несколько вариантов смартфона с разным объемом оперативной и внутренней памяти. В смартфоне есть слот для карты памяти, экранный сканер отпечатка пальцев и разъем 3,5 мм для наушников. Что касается автономности устройства, то аккумулятор емкостью на 4000 мАч способен работать до 30 часов в режиме разговора. Также стоит отметить в Realme XT поддержку технологии быстрой зарядки VOOC, которая позволяет за полчаса зарядить батарею с нуля до 55%. Realme X2 Pro имеет корпус, состоящий из стеклянных панелей. Он получил большой и очень яркий экран с матрицей Super AMOLED и диагональю 6,5 дюймов. Кроме того, он имеет частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавную анимацию происходящего на экране. 16-мегапиксельная фронтальная камера смартфона расположена в миниатюрном вырезе на экране. На тыльной стороне смартфона расположена квадрокамера, где главный модуль получил сенсор на 64 Мп, который совместно с искусственным интеллектом позволяет делать фотографии высокого качества при любых условиях съемки. Благодаря 13-мегапиксельному длиннофокусному модулю камера Realme X2 Pro позволяет делать качественные снимки даже с большого расстояния. Также в смартфоне имеется 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и датчик глубины. Качество видеосъемки на смартфон тоже на очень высоком уровне. Ролики можно снимать в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Присутствует цифровая и гироскопическая стабилизация, режим замедленной съемки, а также возможность создавать эффект боке. Realme X2 Pro получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855+. В тесте Antutu смартфон заработал свыше 480 тысяч очков и в данный момент входит в десятку рейтинга самых производительных Android-устройств. Объем оперативной памяти смартфона может быть 6, 8 или 12 ГБ, а объем внутренней памяти 64, 128 или 256 ГБ. Realme X2 Pro имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC Flash Charge, благодаря которой время на полный заряд батареи составляет всего 35 минут. Следующий герой нашего топа – Realme 5 Pro. Этот смартфон получил IPS-экран диагональю 6,3 дюйма, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3. Фронтальная камера смартфона на 16 мегапикселей, а основная на 48. Кроме того, в смартфоне есть сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль, 2-мегапиксельный портретный модуль и датчик макросъемки на 2 мегапикселя. Благодаря ультра-ночному режиму, HDR и многокадровому синтезу, камера Realme 5 Pro эффективно работает в условиях недостаточного освещения. Смартфон поддерживает съемку в 4К-разрешении с частотой 30 кадров в секунду и замедленную съемку. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 712, а объем оперативной памяти может быть 4, 6 или 8 гигабайт. Объем внутренней памяти представлен в двух вариантах на 64 или 128 гигабайт. Кроме того, в Realme 5 Pro можно установить карту памяти максимальным объемом на 256 гигабайт. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4035 мАч, позволяющий смартфону работать до двух дней в сбалансированном режиме. А поддержка технологии быстрой зарядки в Realme 5 Pro позволяет всего за полчаса восстановить заряд батареи на 50%. Смартфон Realme 5 получил пластиковый корпус с защитой дисплея стеклом Gorilla Glass 3 Plus. Экран смартфона диагональю 6,5 дюймов получил матрицу IPS с разрешением 720 на 1600 пикселей. Realme 5 имеет 13-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеру. Кроме того, в смартфоне есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, а также датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Благодаря встроенному набору программно-аппаратных решений, камера Realme 5 эффективно работает в условиях недостаточного освещения. Кроме того, смартфоном поддерживается видеосъемка в 4К-разрешении. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 665. Объем оперативной памяти может быть 3 или 4 гигабайта, а внутренней памяти 32, 64 или 128 гигабайт. Кроме того, в Realme 5 можно установить карты памяти. Долгое время автономной работы смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Благодаря ему Realme 5 может функционировать до 30 дней в режиме ожидания, а время его работы в режиме разговора составляет 47 часов. Следующий герой нашего топа – Realme X2. Этот смартфон получил корпус со стеклами Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Он имеет большой экран диагональю 6,4 дюйма с матрицей Super AMOLED. 32-мегапиксельная фронтальная камера смартфона расположена в миниатюрном вырезе на экране. Кроме того, в экран встроен довольно быстрый и точный сканер отпечатка пальца. На тыльной стороне смартфона расположена квадрокамера, где главный модуль получил сенсор на 64 мегапикселя, который совместно с интеллектом позволяет делать фотографии высокого качества при любых условиях съемки. Также в смартфоне имеется 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельные датчики глубины и макросъемки. Что касается видеосъемки, то ролики можно снимать в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Realme X2 получил восьмиядерный процессор Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти смартфона может быть 6 или 8 ГБ, а объем внутренней памяти 64, 128 или 256 ГБ. Realme X2 имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Также в нем предусмотрены слот для карты памяти, разъем для наушников и NFC-модуль. Смартфон Realme C2 обладает IPS-экраном диагональю 6,1 дюйма с разрешением 720 на 1560 пикселей. У него 5-мегапиксельная фронтальная камера и двойная основная камера, состоящая из главного сенсора на 13 мегапикселей и датчика глубины на 2 мегапикселя. Благодаря искусственному интеллекту и режиму насыщенности цвета, фотографии на Realme C2 получаются яркими и сбалансированными. Смартфон получил восьмиядерный процессор Mediatek Helio P22, работающий на частоте 2 ГГц. Предусмотрено несколько версий смартфона с разным объемом оперативной и внутренней памяти. Кроме того, в Realme C2 можно поставить карту памяти максимальным объемом на 256 ГБ. Что касается автономности устройства, то аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает работу смартфона на протяжении всего дня без подзарядки. Завершает наш топ Realme 3 Pro. Он имеет IPS-экран диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом, в котором расположена 25-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера получила 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX519 и 5-мегапиксельный датчик глубины. Благодаря ультра-ночному режиму и искусственному интеллекту камера Realme 3 Pro способна делать снимки высокого качества как днем, так и ночью. Поддерживается съемка в 4К разрешении с частотой 30 кадров в секунду. Есть режимы замедленной съемки и таймлапса, а также цифровая стабилизация. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 710. Объем оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, а внутренней памяти 64 или 128 ГБ. Кроме того, в Realme 3 Pro можно устанавливать карты microSD максимальным объемом на 256 ГБ. Что касается автономности устройства, то аккумулятор емкостью на 4000 мАч способен работать до 30 часов в режиме разговора. Также стоит отметить в Realme 3 Pro поддержку технологии быстрой зарядки VOOC, которая позволяет за полчаса зарядить батарею с нуля до 50%. Это был топ 7 лучших смартфонов Realme этого года. Напоминаю, что узнать стоимость каждой модели, упомянутой в видео, вы можете сами, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк, если вам понравился данный топ и напишите в комментариях, какой из смартфонов вы бы купили. Ну а чтобы не пропустить следующее видео на канале, рекомендую нажать на кнопку подписаться и колокольчик. На этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на канале Техноарена.